Приветствую вас, свой ответ я бы хотел начать с того, что вы задаете уже не первый вопрос, а судя по всему, такого рода. Дело в том, что совсем недавно я отвечал на точно такой же вопрос, правда он был задан немножко в меньшем объеме, вот, но ситуация у него была такая, то есть была девочка, которая описывала историю, был, соответственно, мужчина, вот, с которым она недолго встречалась. И, в общем, вся история, это вот то, что вы описывали. Я вам отвечал, я не помню решили ли вы вопрос или нет, с вами мы не работали точно, ну, то есть я с вами не работал, вот, и первый мой вопрос скоро будет такой. Вы задали на свой вопрос, наверное, вы видели ответы экспертов, чем они вас не устроили и почему вы, если, ну, например, что-то выделили для себя, почему вы не начали работать с психологом индивидуально, вот. То есть, какой смысл, что вы задаете, задаете по сути один и тот же вопрос, да, то есть, ну, вопрос по сути, он тот же самый, да, вот. Ну, только вы соберете больше ответов, да, больше мнений. То есть, складывается такое ощущение, да, что вы решение уже приняли. Вот, на момент записи моего ответа у вас был всего один ответ, помимо меня. Вот, соответственно, пока я записываю ответ и в дальнейшем появятся еще другие ответы. Я уверен, что там будет, будет постараться именно вот эта мысль, что складывается ощущение, что вы уже приняли решение, оно у вас уже есть, это решение. И вы просто хотите, чтобы мы либо, ну, подтвердили его, то есть угадали, вот. Почему я так считал, да? Ага, ответ на этот вопрос вытекает из следующего противоречия. У вас. Это ваши противоречия. Значит, смотрите, вы задаете вопрос, да, в конце, в конце своего текста вы задаете вопрос. Значит, стоит ли пытаться все наладить, вернуть и вернуть и уверить, что все возможно, или же он четко показал, что он не видит будущего и решил радикально все закончить? Это, значит, первый вопрос. И в начале вы задаете еще один вопрос. Стоит ли пытаться что-то вернуть или забыть и идти дальше? Хорошо. А это вот второй вопрос. И вы пишете слова, вы молодая, забудьте и идите дальше, не подходят, пишете вы, пока я не попробую один раз все вернуть. То есть вы как будто четко решили для себя, что вы хотите один раз попробовать все вернуть. Тогда, опять же, непонятен смысл вашего вопроса, если вы говорите, что, если вы задаете вопрос, вы, как бы, ну, приводите варианты, да, забыть и забыть, идти дальше, или стараться все вернуть. И тут же вы сами один вариант исключаете из своего текста, из возможных. Я уверен, на это тоже обратят внимание мои коллеги. Вот, но пока я только один, пока вот я, поскольку у вас только один ответ, да, то я говорю вот об этом. То есть это противоречие. То есть получается, что вы все решили, пока я не попробую один раз все вернуть, да, эти слова не подходят. Так, и в чем тогда смысл вашего вопроса? Если вы задаете вопрос именно в таком ключе, да, то есть что вам делать, то вы сами себе ответили на него. Вы сами ответили себе на этот вопрос, сказав, что слова «забудьте, идите дальше, вы молодая» не подходят. Вот и все. Вот ответ на ваш вопрос. Вот это вот то, что мне непонятно, да, это то, что вообще в корне, ну, убивает, в корне уничтожает ваш вопрос как таковой. То есть это тоже делает его несостоятельным, по сути. И если это остается дальше, поскольку текст большой, проанализировать то, что вы написали. Проанализировать то, что вы вот здесь привели. Итак, встречалась с парнем совсем недолго, около трех месяцев, а вчера мы расстались. Ну вот, разница с первым вопросом, да, в том, что там вы не расставались. То есть я уверен, что это вы, потому что, ну, похоже, обстоятельство. Вот. Там вы еще не расставались. То есть, по сути, если вы задавали вопрос, да, если вы, и, ну, в частности, мой ответ, я вам отвечал, по-моему, по-моему. Вот. То есть если вы и приняли к сведению ответы, то, судя по всему, никак не использовали их. Иначе бы вы не расстались. Или бы расстались, но на совсем. Все было хорошо, но бывали и серьезные ссоры. Ну, тут вот, все было хорошо, да. Хорошо, это как? Как хорошо? То есть каждый хорошо, он понимает по-своему. Первая серьезная ссора была из-за того, что он заканчивает в этом году университет, и потом уезжает в другую страну работать, а я пока три года в России точно буду из-за учебы. Я понимаю, что вы, ну, как бы, дальше раскрываете суть ссоры, но я сразу готов бы сказать, что ссора невозможна без двух людей. То есть ссорится не только он, да, но и вы. И если вы ссоритесь, то есть если вы не способствуете тому, чтобы конфликт, ну, свелся на нет, то это уже вопрос к вам. Да? По какой причине вы, по сути, по сути, любое, любое поведение, если оно, ну, ведет к ссору, да, вот. Что, любое, любое такое поведение, оно, ну, имеет, 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 а, трудности, имеет свои сложности, имеет свои причины. Вот. Понимаете? Дальше. То есть подумайте над тем, почему именно вы вступали в ссору. Да? То есть не почему молодой сейчас человек все ссорился с вами, а почему вы ссорились, почему вы вступали в ссору. Дальше. Однажды я его спросил, что мы будем делать, когда он уедет. Знаете, вот это классический элемент переноса ответственности. То есть вы спросили его, что мы будем делать. То есть вы перенесли ответственность с себя, за себя, на него, что в корне является деструктивным. Потому что, как бы, люди взрослые, зрелые, да, гармоничные, они не сбрасывают, они знают, что они будут делать. Что я буду делать. То есть вопрос озвучил так, что я буду делать, когда ты уедешь. Он ответил, что не знает. Я ответил абсолютно правильно. Потому что действительно не знают, что вы будете делать. Ибо три месяца достаточно маленький срок для того, чтобы строить такие большие планы, как расставание на три года. Я вам в первом ответе, в первом, ну да, в первом вопросе говорил, что людям нужно время, чтобы привязаться. Чтобы объективно, да, другой человек вошел в жизнь другого. Понимаете? Чтобы один человек стал частью жизни другого. Нужно время. Три месяца – это не время. Это факт. Дальше. Он никогда не задумывался об этом. Потом переносло все в тяжелую ссору. Ну вот, по сути. Да? Вот это вот. Вот это. Вот это. Это. И есть. Нежелание нести ответственность. То есть вы говорите, все переносло в тяжелую ссору. Но, простите. Что значит, что переносло в тяжелую ссору? Вы же участвуете в этой ссоре. Вы же стали ее, ну вы же стали ее причиной, верно? Вы же стали частью этой ссоры. Так, у меня вопрос. Почему вы поссорились? Именно вы-то почему поссорились? Именно вы-то со своей стороны. По какой причине свели к ссоре данную ситуацию? Получается, что была заинтересованность ваша в каком-то, ну, в каком-то исходе, да, в каком-то аспекте. Была заинтересованность? Была заинтересованность. Была заинтересованность. Вы переложили ответственность себя на мужчину за это, за ваши потребности? Да, переложили. И ссора возникла в результате, с одной стороны, нежелание принимать то, что другой человек не хочет нести ответственность за вас, за ваши желания. И с другой стороны, естественно, от обиды и негатива. То есть, ожидания не оправдались. Вот. Ну, ожидания, я имею в виду, ваши. То есть, вот именно то, что вы хотели. Хотели бы. Понятно. Далее. Так. Когда оба остыли, встретились, поговорили спокойно, решили жить с сегодняшним днем, а как пойдем дальше, будем смотреть. Вот. Это хорошее. Это хорошее решение. Если оно действительно, если это действительно решение. Понимаете? Вот. То есть, если вы действительно согласились с таким решением, да, если вы оба пришли к такому решению. Это здорово. Обрат в том, что судя по тому, что вы написали, да, вот, а я думаю, судя по тому, что вы написали, что это решение было не совсем, скажем так, искренним, для вас. Вот. Понимаете? Судя по всему. Тут уже вопрос, насколько вы честны с собой. И насколько честны с молодым человеком. Дальше, будем смотреть, гла... Что смотреть? Главное, что вместе и будем как-то держаться, поддерживать отношения. Ну, в принципе, решение хорошее. Еще раз повторю, главное, чтобы вы, вы, вот, а... Действительно, ему этому решению бы следовали. А, дальше. Вторая ссора началась две недели назад, когда у него начались госэкзамены, а у меня за счеты. А, все-все-все, стресс, занято, все понимаю, ему удалось это особенно тяжело, очень переживаю. Где-то у вас что, жалость к нему или что? Я старался накучать своими сообщениями, просто периодически узнавала, как дела, однако не видела абсолютной отдачи и понимания того, что мне тяжело тоже. Так, ну, здесь у вас, опять же, момент переноса ответственности. То есть вы узнавали у человека, как у него дела, ожидая, что он поинтересуется у вас. Как минимум, это нечестно. Если вам тяжело, вы могли сразу так сказать. Сразу сказать, что вот, привет, мне очень, да, мне очень тяжело, очень трудно, там, и так далее. Зачем вы играли в эту игру? Для чего? То есть вы здесь, по сути, лукавили, вы здесь, по сути, это лицемерие, да? Я не опьяняю вас в лицемерии. Но это одно из проявлений лицемерия. То, что вы, вот, ну, то, что вы написали. Вот. Это одно из проявлений лицемерия. Так или иначе. И... Всё. То есть вы нечестны с собой, вы нечестны с ним, из-за этого всё. Вот. Перестал интересно, может быть, чем я занимаюсь, и как у меня дела. Так он же очень переживал, как вы пишете. У него же госы и так далее. Может быть, поэтому? Эм... Вот вы пишете. Один раз я не выдержал и вывалил ему всё огромным комом. Опять же. А чем это говорит? Это говорит о том, что вы завязаны на человека. То есть помимо него у вас больше никого нет. И никого и ничего нет. Нет. В качестве, например, дел, которые, ну, которые бы вы могли реализовывать, да, чтобы не нуждаться в его внимании. С чем связана такая концентрация на нём, или лучше сказать, концентрированность на нём. Дальше. Я один раз не выдержал. Чего не выдержал, Мария? И вывалил ему всё огромным комом. Ну, по сути, по сути, по-видимому, это ваша жизненная позиция. То есть что-то терпеть, да, жертвовать собой, вот, а после взрываться, а после взрываться. Связано это с тем, что вы изначально не берёте ответственность на себя за то, что вы делаете, за то, что вы хотите, и за реализацию того, что вы хотите. Вот, в первом случае это было связано с мужчиной, вот, вы выбрали человека, ну, вы выбрали такого человека, который, как вы знали, да, который, как вы знали, собирается уезжать. Может быть, он с вами уедет, точнее, может быть, он заберёт вас, или, допустим, пригласит вас, а может быть, не заберёт вас, а не пригласит. Это значит, что к нему нельзя привязываться, как минимум до тех пор, да, как минимум до тех пор, пока, пока он не уедет, и, как минимум, пока у вас не появится возможности. Да, не появится возможности приехать к нему, если он твёрдо, твёрдо решил, да, вот, что уедет. Пока к нему лучше не привязываться, пока общаться просто ни о какой паре на данный момент речи не идёт, да. Но вы этого не сделали. То есть, либо у вас были феноменально чувственные отношения, где стопроцентное доверие, чего нет. Либо у вас, лично у вас была в этом потребность. И так получается, что ваш молодой человек несёт за это ответственность. за то, что вы хотите. И, соответственно, вы здесь становитесь жертвой. Вот. Посмотрите треугольник Карпмана в интернете, вы увидите, что вы жертва. Дальше, значит, поругались опять же, да, опять же, поругались. Вы не говорите, я просто поругался. Вы не говорите, почему я поругался, что я чувствовал, что я хотел. В этом вы не разбираетесь. Вы просто говорите, поругались. Он сказал, что знал большего понимания, что у вас бывает сразу всё хорошее. Что было, если что-то он не сделал за целый день, если что-то он не сделал за целый день. Ну, видите, да, у вас свои ожидания от него, у него свои ожидания от вас. То есть вы не знали, не знали, или не знаете, или не знали его на самом деле, потому что у вас были завычные ожидания, потому что вы идеализировали человека. И он идеализировал вас, ожидая, что вы будете вести себя по-другому. Да, я понимаю, что переборщили с чем? Почему переборщили? Понимаете? Это не просто переборщивание. Это результат ваших желаний. И результат схемы реализации их. Понимаете? Но считаю, что просто спросить, как дела, не так будет и сложно. Может быть, но это для вас. Это для вас. Каким образом вы решили, что так же легко это сделать и другому человеку? Может быть, он считает, что, ну, например, считает, что просто, ну, просто спрашивать, как дела. Ну, банально, не имеет смысла. Мог он так считать вполне, но взяли и за него решили. Здесь уже родительская позиция. То есть позиция попытки контроля. Вот. Ну, в данном случае. Для чего? Чтобы чувствовать себя в безопасности. Для чего? Чтобы ощущать себя спокойно. То есть, по сути, все упирается в то, что вам было нужно, чтобы он спросил, как у вас было. Вопрос в том, для чего. А, дальше. Так. В общем, ничем в итоге не закончилось. Он сказал, что он такой человек, который, когда занят делами, не может писать постоянно и не изменится. Ну, по крайней мере, он выразил свою мысль честно. А вот вы, вот вы ожидали, что эта история чем-то закончится, да, при том, что сами вы не выразили свою позицию. То есть, либо мне нужно так, и мы с тобой вместе. Либо ты не можешь, не можешь, чтобы было так, и мы с тобой расходимся. То есть, тут только такие варианты. По большому счету. То есть, компромисс это хорошо, но компромисс это, как правило, жертва. Вот. Дальше. И компромиссы ищут на более поздних этапах отношений. Дальше. Я сказал, что хорошо, приму тебя таким, какой ты есть. Ну, и насколько, опять же, вот вы искренне, искренне это сделали. Насколько вы искренне, ну, действительно, чувствовали или чувствуете так, как говорите. После этой ссоры все стало гораздо хуже, еще больше холодно с разговором только о нем, его экзаменах и моя поддержка в его сторону. А это ваш выбор. Это ваш выбор. То есть, если вам это не нравится, если вам это тяжело, вы могли бы этого не делать. Но вы это делали. И опять же возникает вопрос. Для чего? Чтобы что? Были, конечно, моменты просветления в виде нежности. Вот. Да. Это родительская позиция. Моменты просветления в виде нежности. Это не просветление. Это не просветление. Это вы считаете, что он вам должен нежность. То есть, вы, как бы, ждете и, по сути, требуете, ну, пусть и внутренне, от него нежности для себя. От любимого, близкого человека требовать ничего нельзя. От любимого человека любое проявление внимания воспринимается как плюс. Ну, если человека действительно любят. Если любят здоровую любовью. Без заинтересованности, без излишней заинтересованности в нем, да. Ну, вот. А вы же здесь говорите, вы же говорите, вот здесь, моменты просветления в виде нежности. То есть, это вам нужно. Но, вместо тем, вы считаете, что она должна быть, и должна быть именно от него. Если вам нужна нежность, ищите так, кто может ее дать. Если этот человек нежности вам дать не может, но вам она нужна, спросите себя, зачем. Если вы любите человека, если вы хотите быть с ним, если вы принимаете его таким, как он есть, как вы и сказали. Вы не стали бы писать, что момент просветления в виде нежности. Значит, вы опять солгали. И солгали вы, в первую очередь, в себе. А ложь возникает всегда, когда человек стыдится чего-то в себе. То есть, не принимает что-то в себе. Или боится, или боится. Вот. И нужно смотреть, чего вы боитесь по итогу, и чего вы стыдитесь. Дальше. Так. На протяжении, да. Но и она уже была не той. То есть, вам нужна определенная нежность. То, что человек меняется, да, и то, что может меняться проявление его чувств, это вы тоже не учитывали. Я вас не обвиняю. Я просто, как бы, ну, показываю вам, как обстоятельства. На протяжении двух недель писала я, я всегда первый. Зачем? Вот, Мария, зачем вы писали всегда первый? Для чего? Ну, один раз устала и решила не писать. В принципе, ваше право. Только, я думаю, что устали вы писать гораздо раньше. Но, опять же, делали это потому, что хотели чего-то взамен. Прошел день без общения. И что? Это не нормально, день не общаться? Для вас, Мария. На следующий утро он написал, спросил, как дела. Хорошо. Что ты написал? Супер. Значит, ему не все равно. У меня в душе была огромная обида, и я решил ответить тоже холодно. Понимаете, обида огромная. Вот обида, это детское состояние, это детское чувство. Это значит, что я чего-то хочу от других. Да, вот, как... Ребенок обижается на своего родителя, да, за то, что он там, грубо говоря, ну, я не знаю, не отпускает его на дорогу поиграть. А то, что он на дороге машины ездит, которые могут причинить, могут убить ребенка, он этого не понимает. И он обижается, что он ждет, что они ему позволят. Ждет, что они позволят ему все, что он хочет. Это детские, это детские ожидания. Для ребенка это нормально. Для взрослого человека вроде вас уже нет. Поэтому обида, вот обида, вам нужно взять ответственность на себя за свою обиду, за то, что вы хотите. Понимаете? За то, что вам нужно. И не отвечать ему тем же самым, поскольку вы уподобляетесь ему и становитесь таким же, как он, а он вам не нравится. Значит, вы и себе не нравитесь. А если вы себе не нравитесь, то как вы можете понравиться кому-то другому? Понимаете цепочка, да, какая идет? Естественно, это ни к чему хорошему не привело. Правильно. Я полагаю, что подсознательно вы уже тогда начали испытывать, точнее, подсознательно вы уже начали следовать такой схеме, такой модели поведения, чтобы отстранить от себя человека. Чтобы, потому что поняли, что он нельзя на него полагаться, чтобы поняли, что он не тот, подсознательно. Ну, точнее, даже, может быть, не подсознательно, а скорее механизм защиты включился. Вот. Мы раньше видели 3-4 раза в неделю на протяжении этих недель ни разу все по холодной переписке. Вот знаете, у меня такое чувство, да, что вы жалуетесь. А, он сделал шаг навстречу? Сделал. Такое впечатление, что вы обиделись на него за то, что он написал вам один день. Или обиделись на то другое. То есть вы не сделали ему шаг вперед, вы не сделали шаг навстречу к нему, после того, как он сделал шаг навстречу. Как ему удобно. После того, как он проявил активность так, как удобно ему, а не так, как нужно нам. Вы, вы ответили обидой, а не принятием. Что полностью противоречит тому, что вы принимаете его такой, таким, как он, как вы пишете, какой он есть. Вот и все. Уже три или четыре противоречия я у вас увидел. Да? Которые вам нужно разрешить, чтобы получить единую позицию по данной ситуации. Ну и вообще по жизни тоже. Которые уже можно и нужно работать. Корректировать. Дальше. Вчера я не выдержал. Ну то есть вот опять, да? То вы в первый раз не выдержали, и вы вылили в ком. Теперь вы опять не выдержали, и решила выяснить, что происходит, расставить уже все точки. Потому что меня мучила эта непонятная ситуация, потому что произошло. Вот вас ситуация мучает, а ответственность несет он. Понимаете? В чем беда? Если вас мучает, ну не сложно увидеть, да? Не сложно увидеть, что это ваше субъективное восприятие. Ситуация. И что вам в первую очередь для себя нужно разрешить. Что вас мучает и почему. А уже потом ему просто донести результат своей позиции. Или предложить вариант. Вот. Ну а вы что делаете? Вы продолжаете вести себя как жертва и просите от другого человека, чтобы он разрешил ваши мучения. Смотрите, в вашей позиции не было бы ничего деструктивного, если бы мужчина на нее отвечал. Поскольку он не отвечает, то соответственно вы испытываете фрустрацию. И здесь, смотри, для вас опять же два варианта. Либо вы продолжаете занимать эту позицию жертвой и требуете от партнера того, что вы требуете, но от другого, который может это дать. Либо вы меняете свою позицию и перестаете требовать. Дальше, значит, разговор был таким, по переписке. Ну вот, я вам честно скажу, да, что мне не очень нравится читать переписку. Потому что, ну это ощущение, знаете, как что-то очень личное такое. Вот. Я не знаю, зачем вы ее приводите. То есть, что вы хотите, чтобы вы поняли из этого. Вот. Но это говорит о проблемах ваших личных границ. То есть, либо вы настолько заинтересованы в том, чтобы этого человека удержать, что решили раскрыть свою личную переписку, показать ее публично. Либо вы просто не цените свое личное пространство и его, кстати говоря, тоже, потому что вы публикуете эту переписку без его согласия. А ведь он общается с вами, что является нарушением уже его личного пространства. Понимаете? То есть, это неуважение к нему. Понимаете, Мария? Если вы не уважаете человека, то вы и не любите. А если вы его не любите, значит, у вас что? Правильно. У вас к нему зависимость, привязанность, потребность. Да? Вопрос в том, что вы хотите с этим делать. То есть, вы можете своей потребностью не делать ничего. Просто на еще раз нужный объект, который эти потребности удовлетворит. Либо, либо вы можете личностно вырасти, в чем мы вам можем помочь, и вы не будете оказываться в таких ситуациях. Дальше. Я. Все нормально. Ну, я так понимаю. Он. Да. Если ты боишься или не хочешь меня обидеть, и поэтому не говори, что скажи им. Я все пойму и приприму спокойно. О чем идет речь? О чем идет речь, Мария? Если ты боишься или не хочешь меня обидеть, и поэтому не говори, что не говоришь? О чем не говоришь? У вас был до этого разговор? У вас разговор ведется в каком-то контексте? Если это цитата, цитирование, то вы вот так с места в карьеры сразу начинаете выяснять отношения. Это называется проекция. То есть, это вы боитесь и не хотите его обидеть. Именно поэтому вы писали ему две недели, хотя вам не хотелось писать. И именно поэтому вы вывалили на него ком, именно поэтому вы отреагировали на его шаг вперед холодностью. Это вы боитесь. Вы говорите о себе. Спаси психологии. Это называется переносом проекции. Да? Вот. Я все пойму и приму спокойно. Ну, если бы вы понимали и принимали бы, да, то у вас не было бы ссор. С моей стороны все хорошо, а ты как думаешь? Ну, тоже здесь вот непонятно, да, в каком контексте. Вот очень странный ответ. А я думаю, что две недели назад все было хорошо, я приму любую правду. Просто ответ не искренне честно, что происходит. Ну, то есть, вот, да, это преследование. Опять же, треугольник Карпмана, да, преследователь. То есть, если до этого вы убили жертву, то теперь вы преследователь. Ну, а по итогу все равно жертв. Вот. Вы, значит, просто ответите мне, если не честно, что происходит. Так а вы сами с ним не искренне? Вы сами с ним не честны? Вы с собой не честны? Как же ли вы требуете честности от него? Дальше. Об этом лучше потом поговорить. Теперь. Ответ человека, который уже несколько раз с вами ссорился, или один раз ссорился, точно не понял, но несколько раз, давайте скажем, несколько раз, да. И человек понимает, что поперпискивает снять отношения очень, ну, очень сомнительное решение. Я думаю, он говорит, об этом лучше потом поговорить. Ему прав. Вы говорите, почему? Продолжайте следовать. У нас много дел. Ну, здесь человек не говорит за себя, да. Вот он говорит, у нас. Это то же, что и вы делаете. Мы поругались, мы поссорились и так далее. Вот это, конечно, не очень хорошо. Человек не говорит, я, у меня много дел. Он говорит, у нас. Вот он решает за вас. Это, опять же, нарушение личных границ. И с его стороны может быть все что угодно, но то, что вы позволяете нарушать свои личные границы, это беда. Вы пишите. Я не могу сосредоточиться на своих делах для того, что меня мучает. Из-за этого меня мучает что-то происходит, и поэтому я хотел бы знать сейчас. Что ответственно? Перенос ответственности, да. Преследовательская позиция. Вы пишите. Я не могу сосредоточиться на делах. Меня мучает что-то происходит. И поэтому ты должен мне дать то, чтобы меня это не мучило. Поэтому вы не понимаете, что человек не может вам ничего дать. Мучает вас, и только вы способны эту ситуацию разрешить для себя сами. Он ничего не сделает, ни один ответ вас не устроит, кроме того, который удовлетворял бы ваши потребности. Ну, по итогу. Например, страх одиночества. Например, если он вас убедит, что вы не останетесь одна, например, то вы удовлетворитесь. Но и то ненадолго, потому что сомнения будут вас грызть. Поэтому это перенос ответственности и преследовательская позиция. Дальше он пишет. Маша, я не хочу тебя потерять, но в последнее время я ничего не хочу делать. Человек говорит о том, что ему тяжело. Вы продолжаете гнуть в свою линию именно отношения со мной. То есть, понимаете, вы говорите о себе. Вы не говорите о нем. То есть, вы говорите как человек, которого беспокоит он сам. Вы не говорите как любящий человек. Вы не говорите как нуждающийся человек. Как человек, который испытывает нужду в другом. И другому это неприятно. Если только этот человек, да, ну, не соответствует вам. То есть, если только ему не нравится, когда в нем испытывают нужду. Вот мужчине не нравится. То есть, вы не осталось, чтобы, опять же, принять его позицию, что он не хочет ничего делать, что он не стал. Вы продолжаете на него давить. Не знаю, вот это не могу, не знаю, вот это не могу говорить один. Один. Ну, непонятно. Это неправильно, что только я скажу это. Почему неправильно? Я вообще не понимаю, о чем, не понимаю, о чем идет речь. Сейчас, сейчас. Почему неправильно? Это то, что ты чувствуешь. У меня такого чувства нет, поэтому я и не говорю. Ну, у вас нет такого чувства. У нас есть другое чувство, и об этом говорите. И в данном случае ваши чувства, они более серьезные и глобальные. Ты не хочешь со мной отношений, так я понимаю. Это, это опять давление. Давление на него. Давить, выдавить на человека. Нам лучше не встречаться, так я думаю. Ну что, здесь, по сути, вы получили ответ, который хотите. Да? То есть, он говорит, нам лучше не встречаться. Казалось бы. Получили ответ на свой вопрос. Все, принимите его позицию. Ну все, вы же сказали, что примите. Но нет. Вы продолжаете спросить. Почему? Это опять преследовательская позиция. В последнее время, несколько раз серьезно поссорились, а я уезжать буду еще. Думаю, не получится выдержать это все. Видишь, чего? Опять же, это продолжается преследовательская позиция. Продолжается давление на человека. Да, не надо уговаривать себя. Что ты имеешь в виду? А если мы скажем, что получится выдержать все, только себя уговорим. А почему это плохо? Тогда же стараться начнем, чтобы видеться как-то, приезжать друг к другу и так далее. Или ты не хочешь таких сложностей. Понимаете, Мария, стараться видеться, приедя друг к другу и так далее, ну не уже сейчас. В этом молодой человек прав. Нельзя жить в будущем. Ну не нужно жить в настоящем. Молодой человек может жить в настоящем? Вы нет. В этом ваша разница. Пока вы не научитесь жить в настоящем, вам будет очень тяжело. Это не только в контексте отношений с этим мужчиной. Это вообще в контексте всего. Дальше. Так. Мы еще тут не видим сейчас. Тогда не видим, в чем причина. Мужчина уже вам ответил, что он считает, что вам лучше не встречаться. Вы спрашиваете, в чем причина. Знаете, насколько это вот противоречит, опять же, тому, что вы писали, что примите, ну примите, что вы писали. А вот я все приму, пойму и приму спокойно. Не приняли и не поняли. Потому что не можете сейчас ответить в вас. Не в другом человеке, а в вас. Так. Много дел у нас. Ну вот и там дела будут, когда уедешь. Но главное же, какой итог. Если захотите, то после всех дел можно встретиться. Главное, терпение, доверие. Терпение, понимание и доверие. У вас нет ни терпения, ни понимания, ни доверия по отношению к нему, Мария. А чем идет речь? Это первое. Второе. Вы пишите, если захотеть, то после всех дел можно встретиться. Да, но он не хочет. Он сейчас не хочет. Он вам об этом четко сказал. Вы продолжаете на него давить. Так, Маша, лучше сейчас закончить, чем потом. Ты не знаешь, что будет потом. Ну вот опять же, ну опять же, противоречие, что вы не смогли все спокойно принять и понять. Ты не знаешь, что будет потом. Наши отношения все равно когда-то закончатся, почему ты так думаешь. Знаете, человек, он исходит из того, как вы себя ведете. Потому что он уже понял, что у вас к нему запрос такой, какой он удовлетворить не смотрит. И он не хочет мучить, он не хочет мучить, значит, себя и вас. Соответственно. А вы продолжаете цепляться за соломинку. Вот. И опять же, это нормально. Нормально, что вы цепляетесь на соломинку. Ненормально, что это соломинка, ваш любимый человек, который не должен быть соломинкой. Дальше. Я тебе сказал причину, на вопрос какую он так и не ответил. Я так и не поняла. Ну, на мой взгляд, причина здесь в том, что он просто считает, что вы не должны больше встречаться. Это для него причина. А глобальная причина это такая, что он понял, что вы требуете от него больше, чего он может дать. Причина в этом. Это причина. Ты заметил, что ты накапливаешь, как и я, негативные мысли в себе, а потом делаешь вывод. Так, может быть, перво вам нужно перестать накапливать негативные мысли в себе и делать выводы. Ведь именно вы ответили холодностью на его шаг к вам, когда он написал, как дела, после попрошествия дня. Понимаете? Так, поэтому тебе говорю, что сам не хочу делать вывод. Ну, возможно, молодой человек не уверен в своем решении. Потому что он ему нравится, он хочет быть с вами, но он понимает, что обстоятельство стыкаивается. С одной стороны, он и едет, и три года вы не будете видеться, с другой стороны, и выводит. Сейчас требуется от него очень много, ему тяжело. Поэтому выводы он делать не хочет. Я не заставляю тебе оставаться со мной, но напишу, что я думал по этому поводу. То есть, вот опять, да, опять. Вы пишете о себе, вы не думаете о нем, вы не заботитесь о нем, вы не думаете о нем, вы пишете о себе. Почему? Потому что о себе вы можете говорить, думать и волноваться только в контексте этого человека. Больше нет, больше не можете. Отсюда такой недостаток, недостаток того, что вы говорите о себе. И, возможно, да, где-то сейчас нет, недостаток заботы о себе. И, возможно, у молодого человека то же самое. Да, мы не видимся сейчас часто, ссорились, но ссорятся все как-то решают проблемы. Нет, нет. Может быть, ссорятся и все. Но не как-то решают проблемы, а решают. У вас решения проблем не было. Идут дальше, укрепляют отношения. Нельзя укреплять отношения, если после ссор не принимаются решения. Да, ты уедешь и живо меньше будем, видеться будем. Но для меня, если есть желание что-то строить человека в будущем, и вера в то, чтобы быть в порядке, жить сегодняшним днем, строить планы, а строить их расстояние не будет проблем. Так вы не можете жить сегодняшним днем, Мария. Вы не можете жить сегодняшним днем. У вас есть желание что-то строить человека? У него уже нет. Он вам об этом сказал откровенно. И смысл того, что вы написали. Так, проблема в том, уверены ли партнеры друг к другу. Вы в нем не уверены? Раз вы требуете от него постоянно того, что он дать не может. И он, соответственно, не уверен в вас. Хотят ли они идти на такое, ограничив себя всем и так далее? Может быть, он и хотел бы. Может быть, и не хотел бы. Но это должно быть свободное решение. А вы же на него давите. И чем сильнее вы даете, чем меньше он хочет. Я бы могла, я верю. Ну, во-первых, на веру далеко не видите. Во-вторых, в то, что вы могли, я верю. Но для этого мало одного вашего желания. Как вы и пишете. Этого мало, действительно. Очень благодарна тебе за все это, что ты делал меня счастливо. Желаю тебе хорошо закончить университет, наконец, и найти свое счастье. Больше не побеспокою. Я тебе желаю счастья, береги себя очень. Ну, то есть, человек просто не стал, как бы, да, связываться далее. У него проблемы, у него косы и так далее. В принципе, поступил он как классический мужчина, вот, которого женщина давит. Вот. То есть, я таких вот случаев, таких ответов, таких разговоров видел очень много. Причем, как со стороны мужчины, так и со стороны женщины. То есть, все одинаково. Через пять минут сказал, что могу прийти в любой момент, забрать свои тапочки, которые у него всегда лежали дома. Ну, то есть, такое вот чувство вины уже. На свои ответы, что мне не нужны. И может отдать их, отдать своими вещами, как хотел детский дом. Ну, и у вас, соответственно, такая позиция, да, типа всего. Не принятие, опять же, его вины. То есть, это вообще такая пикировка, опять же. С другой стороны, если вы искренне говорите, то все супер. Понимаете, он мне как-то сказал, что не любит отношения на расстоянии, и когда с этим столкнулся, возможно, испугался, а наши ссоры его подкосили. Он перестал верить в наше совместное будущее. А верить, верить на местное будущее нельзя. Его строят. Он пытался строить вымет. Вот и все. Я удалил вчера его социальные сети, потому что спустя три часа после нашего разговора он выставил фотографию, где улыбаются, где с друзьями веселиться, мне стало больно. Но это то, что я читал в первом вопросе. И, опять же, вопрос, почему вам стало больно? То, что вы его удалили, это хорошо. А причина боли. Решила, что так станет легче его забыть и сосредоточиться на своей дальнейшей жизни. Вы правы. Понимаю, что недолго знаменит, что мы еще молодые, найдем себе кого получше. Вот это ошибка. Не бывает лучше. Бывает по-другому. Лучше или хуже не бывает. Здесь у вас снова проявление незрелости. Простите. Но меня не покидает, да, если человек хочет получше, значит он не удовлетворен сам. Не до конца реализован сам. Это нужно понимать. Потому что когда ты реализован, ты не ищешь кого получше. Ты ищешь, ты и вообще никого не ищешь. Ты просто смотришь на людей, которые вокруг тебя и все. Меня не покидает чувство, что мы недопоняли друг друга и могли повернуться все иначе в другое будущее совместно. Но опять же, это ваше желание. Это то, чего вы хотите. Может быть это правда, может быть нет. Но это ваше желание. Только ваше. Эмоции после расставания остались, но нет желания его докучать сообщениями, звониками, специальными встречами и так далее. Хочется отключить, строить планы, гулять и развиваться. Но понимаете, я скучаю. Я понимаю, что вы скучаете. Вопрос в том, что то, что в тот факт, что вы скучаете, это исключительно ваша проблема. Вы скучаете, потому что вы привязаны к нему. А привязанность это желание. А желание это то, что лично ваше. Поэтому подумайте, почему именно вы скучаете и подкорректируете свое поведение, чтобы удовлетворить себя в этом. А молодому человеку, если вы его любите, ему тяжело. И он расстался с вами не просто так, а потому что вы на него давили. То есть он был с вами несчастен. Дальше. И понимаю, что мне плохо от того, что именно этот человек не рядом и больше не будет никогда. Ну, я верю в тот, что вам плохо. Понимаете? Но только в чем? Тот факт, что вам плохо, означает, что вы, еще раз повторю, в нем нуждаетесь. Вы не приняли его решение. Вы не приняли его выбор. Вы не живете дальше. Вы привязались к нему сильно за три месяца. Поэтому вам плохо. Это означает, что вы зависимы. А зависимость не может быть подспорьем для отношений. Так. Появилось желание вернуть. Возможно, это все эмоции. И потом желание пройдет. Ну, а если нет? А оно не пройдет, если вы не подкорректируете свое поведение и не поработаете над собой. Над своими страхами, над своими желаниями не уйдет. Вы правы. Стоит ли пытаться все наладить, вернуть, уверить его, что все возможно, или же он четко показал, что не видит будущего и решил радикально все закончить? Он не показал четко, что не видит будущего. И он не показал, что радикально хочет закончить. Но вам нет смысла его возвращать и нет смысла его уверять, если вы не изменитесь сами. Потому что вы, вы будете тоже. И проблемы будут теми. Вот и все. Очень хорошо разобраться, как поступить дальше. Работайте над собой. Работайте над собой. Над своими желаниями, над своими страхами. Если после изменений молодой человек вам еще будет интересен и у вас действительно останется к нему только светлое чувство любви. Покажите ему, что изменились. Я уверен, вы сможете сблизиться и построить еще другие, более самостоятельные, более независимые отношения, в которых вы не будете от него ничего требовать. И в каком случае у вас возможно появится будущее. Но мой опыт говорит о том, что если люди, оказавшиеся в вашей ситуации, меняются, они не возвращаются к тем, из-за кого они пришли к психологу. Никогда. Ну, то есть, ну проценты есть, конечно, какие-то, да, там. Один-два человека на десять. Так. Так. Если вдруг после перерыва общения с ним, когда я оправлюсь, идут эмоции, буду чувствовать, что именно этого человека мне хватает. Вы не будете чувствовать, что именно этого человека вам не хватает. Если вы будете чувствовать, что человека вам не хватает, это означает, что эмоции не ушли и вы не оправились. Здоровое чувство, это чувство заинтересованности в том, как у человека дела и желание сделать его счастливым. Желание способствовать его личностному росту. Понимаете? Они не хватает. Вот. Ну и тут дальше идёт противоречие, о котором я уже говорил. Да? То есть вот то, что, ну и то, что я вначале сказал, я не буду сейчас вам это повторять. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и учитесь строить гармоничные отношения. В этом можно вам помочь. До свидания.